всем привет сегодня у нас опять блюдо на атаку ну и в общем-то на чередование я вам покажу как сделать и эпопея пергаментная бумага у нас продолжается вот пожалуйста застелите сковороду пергаментная бумага ничем смазывать не надо и сейчас я вам покажу как просто гениально приготовить котлеты значит у меня я разделила фарш здесь у меня будет фарш только на атаку я добавлю сюда лук а в этот фарш на чередование я добавлю лук и морковь морковь вы можете это на ваш вкус можете добавлять нет но я вот как-то однажды попробовала с морковью очень-очень мне понравилось очень вкусно еще вы можете добавить любую зелень любые приправы у меня будет соль черный перец и приступим морковь нужно потереть на вот мелкой мелкой терочке лук я перекрутила после фарша разделю его сейчас на две части так лук разделила морковь добавляем вот вы знаете у нас мы вот сейчас лишь многие спрашивают как мы питаемся чего мы придерживаемся я вам хочу сказать что мы придерживаемся в общем-то того же питания что и на дюкане единственное что у нас бывает пир почаще но он дюкан рекомендует 21 день ведь чисто белкового в неделю у нас два белковых дня чувствуем себя великолепно поэтому всем рекомендуем так теперь нужно фарш и тот и другой посолить поперчить если вы готовите котлеты с яйцом добавьте по одному яйцу в каждый фарш но я уже давно давно готовлю котлеты без яйца так теперь перец перемолотые его заранее чтобы не затягивать видео так мои дорогие просмотров у нас немного комментариев практически нет я никогда не просила но я вас прошу вы что-нибудь мне напишите спасибо пожалуйста мне не понравилось мне понравилось поставьте обязательно лайк мне это будет очень очень приятно да да мои девочки мои родственницы вас тоже касается теперь надеваем перчатки и перемешиваем кто не знает где поставить лайк спросите в комментарии фарш нужно очень очень хорошо перемешать все соединить все приправы все запахи и второй фарш я буду точно также перемешивать хотите посмотреть скажите так котлетки я скатала я сначала делаю шарики а потом уже формирую котлеточки вот так перчатки тот моркови пожелтели там коры как карате бета карате так сковорода у меня уже нагревается сейчас сначала я приготовлю котлетки которые идут на атаку так идем здесь у меня готовится рис рис я готовлю по своему специальному рецепту получается очень очень вкусно я вот сколько мы здесь живем в португалии я не ела нигде не в кафе не ресторане где вкусный рис просто не вкусный так все сковорода нагревается огонь чуть ну средненький такой выкладываем и готовим как обычные котлеты это вот девочки для тех кто говорит масло масло нельзя вот так ждем когда поджарить с одной стороны перевернем приготовим на другой стороне вот формы которые я вчера делала вот вспекла такие куличики и уже попробовала все отходит ничем смазывать не надо в общем абсолютно тесто было жидкое достаточно такое в общем ничего не развалилось все получилось так котлеты оказались не очень у меня ну как они не выпустили сок поэтому я чуть-чуть добавлю водички обычно знаете такие 1 1 и сок уже выделяется следите за ними если нет сока добавьте водички ничего не брызгает все происходит в пределах сковородки я прикрою крышкой и пусть они у меня готовятся какая тут получилась у меня все котлеты готовы вынимаем бумагу и конечно же поменяю потому что она видите пригорела котлеты получились немного как бы не очень сочные или даже наверное не то что они не сочные просто не выделился сок так сейчас меняю бумагу и котлеты на чередование так бумагу я поменяла в общем все приходит с опытом выкладываю котлеты на чередование и вы знаете сразу сюда сейчас я налью немножко каплю воды чтобы у меня ничего уже не пригорело буквально 30 50 30 миллилитров на самом деле вот даже без воды с водой без воды не ничего не брызжет не кухня у вас плита не заливается жиром жидкостью подтеками вполне себе хороший результат получается так все шкварчит вот я думаю что вот эти получится как на пару а вот когда жарились те котлеты вы знаете вот совершенно такой был запах как будто это делается на гриле ничего не стреляет все прям шикарно я сейчас переворачиваю накрою крышкой и будут они у меня готовится под крышкой ждем так котлеты готовы вынимаем мы уже одну котлету который на атаку попробовали знаете напоминает вот такой забытый вкус гамбургера из макдональдса очень-очень знаете как будто приготовлена на костре вот так вот такие котлеты у меня сегодня получились я всем желаю приятного аппетита приготовьте вот таким образом обязательно и вы больше не будете готовить на масле всем приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока